МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увы, мы не знаем. Жива ли еще эта уникальная осетинская бабушка, мы знаем одно. Для составителей этого учебника для осетинских школ сам факт ее существования ничуть не менее важен, чем факт существования слонов и альбатросов. А учебник этот, кстати, держитесь по математике. Математика, четвертый класс. Так школьники, которым предлагается составить тут задачи и решить их, могут, например, запомнить навсегда, что почти любая осетинская бабушка переживет почти любого индийского слона в полтора раза, и что если бы бабушка была, скажем, самым живучим на свете жуком, она прожила бы четыре жизни. А вот музыка, второй класс. Проходим симфонию. Симфония – это созвучие. У Моцарта есть знаменитая симфония номер 40. Ее первая часть напоминает человеческую речь. А есть еще на свете осетинская симфония Татаркана Кокойты – размышления о войне. Здесь же русский композитор Римский Корсаков. И его симфоническая картина о царе Салтане. Тут и белочка с орешками, и шмель, и богатыри, и царевна лебедь. К чему это мы? Да к тому, что вот это все вкратце и есть полилингвальная, а точнее говоря, поликультурная модель образования Осетии. Это и есть симфония, созвучие разных языков и разных культур, которые в сущности не такие уж разные. Если мы посмотрим, например, учебник по предмету «Окружающий мир» за третий класс, мы заметим, что он двуязычен. На самом деле он, может, и написан на двух языках, но он не двуязычен, он полилингвален, многоязычен. Потому что то, что окружает осетинского школьника с первого класса, называется окружающим его миром, а не мирком. Да что школьника? В детских садах Осетии, где все чаще теперь говорят только на осетинском, сами переводят на осетинский русские сказки. А ведь могли бы ограничиться и своими народными. А вот это у нас называется худербулк, репка. Худербулк. Да, репка. Никогда не забуду это слово. Вот она в чем полилингвальная. Русско-осетинско-английский. Да, потому что они тут на трех языках, они видите? Да, все на трех языках. Маус, мышь, мышц. Мышц, мышц, мышц. Мышка. Мышц. Что-то подобное мы уже видели собственными глазами и в Швейцарии, и в Уэльсе, и в Нидерландах. Повсюду в мире, где национальные регионы существуют в тени большого брата, люди стремятся не быть потомками своего народа, а быть этим народом. И чем-то большим даже. В Осетии сегодня пока 10 полилингвальных школ. И пока здесь еще только начальные классы. Вот этим школьникам через год-два предстоит полностью перейти на русский язык обучения, что они и делают уже постепенно. Но осетинский они не забудут. Они одинаково свободно изъясняются на двух языках. Английский они учили с первого класса. И он неотъемлемая часть этой симфонии. У этих школьников все впереди. Но эксперимент длится в Осетии уже 15 лет. И есть уже выпускники таких полилингвальных школ. Поразительно. Они оказались наголову выше своих сверстников. Какой пример всегда стоит перед глазами у жителей горной страны? Горы. И полилингвальную, поликультурную модель образования вполне можно сравнить с восхождением на эту гору. Вы начинаете от самых корней, от самого основания. И постепенно, двигаясь вверх, вы открываете для себя новые языки, новую культуру, совершенно новые горизонты. И в конце концов, поднимаясь на вершину, вы понимаете, что вы стоите на вершине, которая значительно выше общего, среднего уровня всех ваших сверстников. Да, может показаться, что вы слегка оторвались от ваших корней, но вы стоите на том же основании. Ведь вершины у гор разные, но основание одно. И в этом основании родная земля, родные селения, родной язык и родная культура. В Осетии сегодня нет никаких сокращений учителей родного языка и литературы. Во-первых, почти ничего не изменилось в отношении изучения осетинского языка. Учили в обязательном порядке 100% школьников, теперь учат 80% школьников. Но дело даже не в этом. Даже если бы было 50%. Ведь кто-то теперь должен рассказывать детям на осетинском и от Салаевой-Госаде, и о слонах, и о Моцарте. И местный пединститут готовит отныне специалистов широкого профиля. Полилингвальными школами со временем станет половина всех школ республики. Кадров хватит у вас? Кадров хватит у нас, потому что, когда выпускник школы знает, что когда он выйдет из стены института, у него будет рабочее место, и когда он еще понимает, что это какая-то ответственность и моральная, в том числе, то такой контингент абитуриентов, он складывается, и пока мы не ощущали особых каких-то проблем в этом смысле. Это удивительно, но в осетинские полилингвальные школы потянулись теперь представители совсем не осетинской национальности тоже. Тут и армяне, и грузины, и русские, и, что не менее важно, и сами осетины, еще не говорящие на родном языке. Родители, много упустившие в свое время, осознали простой факт. Языковую политику в семье формирует ребенок, если государство дает ему этот шанс. И носителей осетинского языка, истинных носителей, будет становиться больше, потому что, когда дети начинают говорить на осетинском, они вынуждают в хорошем смысле этого слова говорить на осетинском и родителей, и мы это получаем уже на примере тех детей, которые сейчас обучаются на осетинском языке. Конечно, у каждого своя гора, у каждого своя вершина. У вас уже есть люди, которые добрались до этой вершины. Но, наверное, вы-то еще так пока у подножия, если в целом республику брать. Да, конечно. В целом по республике нам еще предстоит взобраться на эту гору, но нам, наверное, надо начать с корней. Нам надо долго и упорно еще работать. А вершина в чем она? В чем вершина? В сохранении себя как народа? Вершина, конечно, в сохранении себя как народа, в сохранении... А чтобы народ сохранился, надо сохранить родной язык. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Владикавказ. Республика Северная Осетия. Алань. Черное озеро. По будням в 21.00.